Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения мастера музыкального искусства, выдающегося чуварского композитора Анисима Асламаса. Вместе с представителями творческой общественности почтила его память и наша съемочная группа. Заслуженный деятель искусств РСФСР и Чуварской ССР Анисим Васильевич Асламас родился в деревне Вурмангас Асламасы Ядринского района в дружной многодетной семье, где очень любили музыку. Его творчество оценивается в одном ряду с такими классиками чуварского национального искусства, как поэты Константин Иванов, Михаил Сеспель, Петр Хузангай, композитор Геннадий Воробьев. За 60 лет композиторской деятельности Анисима Асламас создал множество произведений в различных жанрах – оперы, балет, комедии, кантаты и оратории, несколько концертов, хоров, большое количество фортепианных пьес, романцев, песен. Музыка Анисима Асламаса воплотила в себе самые характерные черты чувашского народа. Во имя света на земле творил отец мой Асламас. И в звуках музыки он нес зерно любви для вас, для нас. И то зерно взойдет в свой срок, сердца людские согревая. И кто-то скажет, восхитясь, не зря ты прожил Асламас. Вот такие строчки пришли в связи с памятью о папе лет пять назад еще. Но вот они, я думаю, уместны и сегодня. Они как бы уместны всегда по отношению к нему. Именем композитора названа Ядринская районная детская школа искусств. В Чебоксарах скоро появится улица Асламаса. К 90-летию композитора специалистами Госархива современной истории Чувашской республики подготовлена веб-страница. Династия Анисима Васильевича сейчас три поколения музыкантов. Дочери пианистки Евгения, Татьяна, преподаватель и концертмейстер Чебоксарского музыкального училища имени Павлова, сын Алексей, дирижер и пианист, руководитель Чешского оркестра Камерата Берно. Его внуки, скрипач Алексей, пианист и композитор Антон, лауреаты международных премий и конкурсов. Анастасия Лангина, Сергей Рябчиков, Республика.